Мы действительно прониклись и понимаем, что наша проблема, это проблема нас, горожан, портовиков. И сюда пришли всякие горе-руководители. Они здесь не задержатся долго. Портом, администрацией и государственным предприятием должны управлять кадровый резерв. Люди, которые здесь выросли, которые знают здесь каждый заковулок, которые понимают, как это все работает. Наши маленькие победы сегодня, это капля в море. Мы должны до конца стоять и требовать наших народных депутатов жесткой позиции. Пожалуйста, проследите и отчитайтесь перед нами тоже, что нам обещал министр 15-го числа, как проверка работает. Потому что по нашей информации проверка написала 14 запросов, и администрация ни на один из них не ответила. И господин Равис не получил ни одного ответа, а этот руководитель ушел на больничный. Понимаете, с нами играются люди. С нами так не пройдет. И мы будем до конца, пока эту банду здесь не сметет. Спасибо, друзья. Подтверждение моих слов, что мы своей общей позиции добиваемся успехов. Я хочу Станиславу Владимировичу, вы все его хорошо знаете, у нас есть маленький успех. Прошу, Станислав. Здравствуйте, коллеги. Я неоднократно заявлял, что десятки приказов, которые издает нынешнее руководство филиала, они незаконные. И мало того, они профессиональные, они незаконные. Подтверждение моих слов, чтобы они не были. Вот есть исполнительный лист, изданный сегодня вчера судом заводским на городе Николаево. Разглянувши цивильную справу за позовом Бибика Станислава Владимировича, это меня, до ДП Адміністрации Морских партий Украины, в особи в Миколаевской филии Адміністрации Морских партий Украины, про визнание незаконным и скасование наказу про звольнение и подобие на работе, и стягнение среднего заработка за час вимушенного прогулка. А насколько я решил поновить Бибика Станислава Владимировича на работе в Миколаевской филии ДП Адміністрации Морских Украины, на посаде заступника, начальника за оперативной деяльности, с 15 ноября 2016 года. Сейчас предоставим исполнительный лист нашей администрации, посмотрим, как они на него отреагируют, или возьмут пример с министра, как не выполнять решение суда. Ну, сейчас зайдем, узнаем, я вам всем доложу. Друзья, я позволю себе попросить наших народных депутатов, с ними вместе, чтобы мы могли актив трудового коллектива зайти и все-таки посмотреть Еременко в глаза. Пусть выйдет к нам сюда сам. Или пускай выйдет сюда, к народу, пускай ответит за свои действия, за свое решение. Пожалуйста, пригласите их. Уважаемые коллеги, уважаемые портовики, я хотел бы сказать еще пару слов. Я хотел бы сказать большое спасибо нашим народным депутатам, что они пришли сюда, нас поддерживают и будут дальше поддерживать. Поэтому, ну, требования народа и требования, то, что мы передали.